Раньше автомобилям давали очень странные имена Болила, Фиат 508 Это название из 18 века Времени борьбы итальянцев за независимость Впервые машину показали на автосалоне в Милане 17 апреля 1932 года Дизайн типичный для того времени Без вычурности и стилистических изысков Строгие, четкие линии, выразительный взгляд фар Несмотря на небольшую длину, всего 3 метра, выглядит солидно Именно такой двухдверный закрытый кузов был в семействе 508 Фиатов самым распространенным А у модернизированной версии 1934 года сзади появился даже отдельный, пусть и небольшой багажник На него гордо крепили запасное колесо А что под капотом? Четырехцилиндровый моторчик объемом 995 кубиков развивает 24 лошадиных силы Система охлаждения термосифонная, то есть без насоса Вода циркулировала благодаря разнице температур Салон более чем аскетичный, но не буду ворчать, ведь в таких автомобильчиках ездили и вполне солидные господа И даже целые семьи Конечно, в этом Фиате усесться комфортно, даже человеку среднего роста нелегко Расстояние между спинкой кресла и рулем совсем небольшое Удивительно, но тщедушный на первый взгляд мотор разгоняет автомобиль вполне прилично Надо только попривыкнуть к передачам Тесный автомобильчик, причем настолько тесный, что ручка переключения передач находится у меня под коленкой И чтобы воткнуть скорость, приходится поднимать ногу На машинах, выпущенных после 1934 года, ставили уже четырехскоростную коробку Но синхронизаторы были только на двух верхних передачах Валила очень юркая и маневренная даже на высокой скорости Хотя, конечно, это словосочетание в отношении 508 на современном языке звучит наивно Максималка-то по паспорту всего 85 км в час Но для своего времени это был передовой автомобиль У него гидравлические амортизаторы и даже гидравлические тормоза Попал 508-й Фиат и на киноэкраны Именно на таком ездили герои известного польского фильма Юлиуша Махульского «Вабанк» Выпускалась эта модель по всей Европе вплоть до 1939 года В общей сложности с конвейера сошли 113 тысяч машин Балила простой и добротный по конструкции автомобиль Именно его появление стало толчком к развитию всего довоенного европейского автопрома